Говорит Черкесск Далее подробно. На состоявшемся совещании с премьер-министром Республики Муратом Аргуновым обсуждены вопросы социально-экономического развития Карачаева-Черкесия, а также нюансы, касающиеся решения проблемных вопросов, поднятых гражданами региона в ходе открытого чата с главой Республики Рашидом Темрезовым. Рассмотрены в частности вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду, завершение капитального ремонта объекта в образовании, итоги уборки урожая и сельхозпродукции, а также вопросы обеспечения жильем детей и сирот, реализации программы социальной газификации, повышение качества энергоснабжения региона и другие. По поручению Мурата Аргунова, региональным минстроем подготовлен и направлен в Минстрой России комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры. В перечне плана включено 92 объекта, из них 53 по водоснабжению, 20 по водоотведению, 19 по теплоснабжению. Модернизация позволит улучшить качество питьевой воды, поступающей в дома и квартиры жителей. Кроме этого, отмечено, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Корчащикесии приобретено и поставлено в медорганизации 6 автомобилей, 7 единиц медоборудования. Ведется строительство врачебной амбулатории в пригородной, капремонт поликлиники Малакарачавска, центральной районной больницы и Тибердинской участковой больницы. Запланировано также строительство врачебной амбулатории в поселке Октябрьском Прикубанского района и фельдшерского пункта в ауле Учкулан. В Министерстве строительства и ЖКХ Корчащикесии составилось совещание по вопросам подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городов и районов республики к работе в предстоящий осенний-зимний период. Представители муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций доложили о проделанной работе. Согласно утвержденному плану мероприятий, завершение подготовительных работ намечено на 1 октября текущего года. Последние несколько недель в республике отмечается рост заболеваемости COVID-19. В цифрах это более 100 положительных ПЦР-тестов ежедневно. По данным регионального оперативного штаба на сегодняшний день госпитализировано около 50 человек. А в настоящее время госпиталь на базе Черкесской городской больницы единственный стационар для взрослых в республике. Региональное управление Роспотребнадзора напоминает не забывать о предписаниях ведомства и бережно выполнять все рекомендации. В лесах Карачаева-Черкесии сохраняется повышенная пожароопасность. По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза на территории республики установился 3-4 классы пожарной опасности. С начала года на территории региона лесных пожаров не было зарегистрировано, несмотря на то, что пожароопасный сезон на землях лесного фонда Карачаева-Черкесии был объявлен с 1 марта. Сейчас продолжает действовать особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Кроме того, продолжается патрулирование лесных участков. В республике начал функцию. Элементы финансовой грамотности появились в таких предметах, как математика, окружающий мир, общество знания, география и информатика. Обучение предусмотрено для школьника в первых девятых классах. Включение финансовой грамотности в образовательные стандарты инициировал Банк России. Подробнее расскажет управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков. В начальных классах детей обучат навыкам безопасного поведения в интернете, правилам составления личного бюджета, умения анализировать доходы и расходы семьи. О рисках предпринимательской деятельности, видах финансового мошенничества расскажут старшеклассники. Кроме того, подрастающее поколение научится самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы. Заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе и в электронном виде. Отдельная тема – цифровые сервисы и способы защиты персональных данных. В целом, Банк России уже разработал свыше 70 сценариев занятий по финансовой грамотности. С 14 сентября по 16 декабря текущего года пройдет осенняя сессия онлайн-занятий по финансовой грамотности для школьников. Первое занятие для подростков в 13-17 лет состоится 14 сентября. Его проведет первый заместитель и председателя Банка России Владимир Чистюхин. Он расскажет, как устроен финансовый рынок, а также о том, зачем страховать имущество, как открывать вклады и брать кредиты и зачем нужна финансовая подушка безопасности. Остальные занятия пройдут на платформе дни.фг.ру. Поучаствовать в эфирах можно как из школы всем классам, так и самостоятельно из дома. Большая часть урока в осенней сессии рассчитана на учеников 8-11 классов, но будут занятия и для 6-7 классов. В республике стартовал первый отборочный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022» в рамках которого жители могут проголосовать за лучшего участкового полномочного полиции. В первом этапе принимают участие представители территориальных органов МВД на районном уровне. Отбор конкурсантов пройдет с 11 по 20 сентября. Проголосовать за своего кандидата можно на сайте регионального МВД в специальном опросном модуле, перейдя по ссылке «Проголосовать». В целях развития кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка и языков народа в России более 250 учителей в АЧЕСе пройдут курсы повышения квалификации педагогических работников. В частности, курсы будут организованы по таким направлениям, как развитие предметной компетенции учителя русского языка, теоретические и практические аспекты, методика преподавания русского языка и родных языков народов страны, формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках русского языка и родных языков и так далее. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования на базе Республиканского колледжа индустрии питания, туризма и сервиса открылись мастерские по поварскому и кондитерскому делу. Новое высокотехнологичное оснащение мастерских позволит создать современные условия для подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами WorldSkills. Лучшие творческие силы Карачаево-Чекесии вовсю готовятся к празднованию столетия нашей Республики. Государственный ансамбль танца «Эльбрус» готовит особую программу, которая уже на следующей неделе будет представлена на главной сцене страны в Кремлевском дворце, рассказывает художественный руководитель ансамбля Исмаил Байрамкулов. Мы выбрали хореографическую композицию под названием «Под Эльбрусом». Большой массовый. У нас номер есть, сюита танцевальная. Карачаевский народный танец, обезык. Это у нас самые ударные номера, это визитные карточки нашей Республики. Мюзикл «Волшебники изумрудного города» покажут в Карачаево-Чекесе в рамках празднования столетия региона. Режиссером первого оригинального мюзикла на Северном Кавказе выступил известный в местной театральной среде руководитель театра-студии «Слово» Евгений Пересыпкин. Музыку и тексты также написал Ставрополец, поэт и композитор Сергей Илещев. Коллектив театра Госфилармонии работал над спектаклем на протяжении всего лета. Премьера мюзикла состоится в Черкесске в предстоящую пятницу, 16 сентября. Карачаево-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода, дождь и туман. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 метров в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла в горах местами плюс 8-13. В Черкесске временами дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 11-14 метров. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 20. На этом информационный выпуск завершен. Его правила Рита Нерова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова